Беларусь Услуга стала доступна для беларусов на едином портале электронных услуг. Теперь передавать сертификаты об оплате таможенных, пошлин и налогов можно онлайн. Это касается юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого необходимо получить средства цифровой подписи, заполнить заявку и заключить договор. После пройти аутентификацию и сервис будет доступен в личном кабинете плательщика. Страшное ДТП случилось в Бобруйске 2 июля. Ориентировочно в половину второго ночи водитель «Пежо», двигаясь в сторону улицы 1 мая, совершил наезд на женщину, которая находилась в крайней правой полосе без световозвращающих элементов и состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм местная жительница скончалась на месте. За прошедшие выходные в Бобруйском районе произошло 4 пожара. Так 2 июля горели хозпостройки в деревне Малинники. 3 числа полыхал дом в Барановичи-3, бани в Старой Шараевщине и Мартыновке. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты выясняют причины ЧП. 13-й тур высшей лиги по футболу стал успешным для Белшины. На своем поле шинники переиграли Держинский Арсенал. Счет в матче 1-0. Единственным голом отметился полузащитник Ислам Чесноков. Следующий соперник в Бобруйчан – Мозорская Славия. Матч пройдет 8 июля. Начало в 20.00.